Девчонки, всем привет! Меня зовут Аня. Данное видео будет у нас снова о пустых баночках за март. И снимаю я его не одна, а совместно с прекрасной девушкой, бьюти-блогером, а также молодой мамочкой Еленой Белек. Ссылочку под ее видео я оставлю ниже. Обязательно после просмотра видео переходите и смотрите видео Леночки. Лена очень добрый, отзывчивый человек. Мы с ней познакомились также на ютуб и решили снять совместное видео. Итак, приступим. Я в этот раз решила разделить декоративку и уход, чтобы было попроще ориентироваться. И начну я, наверное, с ухода. Первое, что у меня закончилось в этом месяце, это вот такая красочка L'Oreal Prodigy. Этот цвет миндаль русы у меня в оттенке 7.0. Попробовала я впервые, до этого я красила, как уже говорила, золотисто-русый у меня, по-моему, был цвет. В общем, не знаю, видно-не видно, но переход все равно заметен, да, но он как бы и будет. Но, в принципе, мне понравился этот цвет, я еще буду брать его. Вообще, хорошая краска, это одна из Мосмарта, это моя самая-самая любимая краска. И также к ней закончился вот такой бальзам. Это супер бальзам, он просто нереально классный. Он увлажняет волосы, он делает их послушными. И я очень люблю вот красочку, даже вот из-за этого бальзама только. Так, следующее, что у меня закончилось. Что-то тут чуть-чуть еще есть, но почему-то я не смогла выдавить. Это вот такой крем-мыло Ушастынянь фирма, да, с оливковым маслом и экстрактом алоэ вера. Ну, конечно, состав у него ССЛС, да, но мне безумно нравится именно это мыло. Оно хорошо пенится, с ним я стираю какое-то белье, детское белье, свое какое-то. То есть, хорошо, вместо порошка мне нравится использовать именно это мыло. Следующее, что я выкидываю, полный флакон, просто давно истек срок годности. Это гель для волос, ТАФТ, четвертая фиксация. Хороший гель, я раньше часто делала эффект мокрых волос, но сейчас я не делаю. У меня вот эта бутыль остался, и уже даже у него запах не тот, поэтому выбрасываю. Следующее, что у меня закончилось, такая паста от Президент. Вот лучше этой пасты я пока не пробовала, не знала. Мне так понравилось, вообще очень сильно. Она сделана Виталией. Конечно, тут содержится фтор, да, что не очень полезно, как выяснилось. Но она очень хорошо отбеливает, и... Ну, как хорошо, отбеливает, в общем, заметно, и дыхание очень хорошо освежает. Поэтому мне очень понравилось. Эта паста мужу тоже, кстати, понравилась. Следующее, что закончилось, потерялась пипочка. Это пена для ванн детская. Фирма Мир Детства, кстати, это советская фирма, да, бюджетная. Москва, изготовитель Москва. Хорошая пена можно использовать как взрослым, так и детям. Тут написано с нуля, мы малышу использовали. Быстро закончилась, только потому что жидковатая. В принципе, ну, есть, конечно, и лучше, но неплохая. За такие деньги можно брать. Так, следующее, что у меня закончилось, это мой любимый гель для душа. Смородина, чистая линия, запах у него божественный. Единственный, я могу сказать минус, то, что он жидкий и быстро заканчивается, наверное. Хотя мне его хватило на два с половиной месяца, но вообще мне, как бы, гель для душа, у меня очень долго не заканчивается. Вот этот закончился быстрее, чем остальные. Он действительно не сушит кожу, он приятный, но вот он жидковатый, поэтому... Ну, еще я обязательно куплю его, повторю, если найду, потому что это такой дефицит у нас. Следующее, что закончилось, это вот такой шампунь. Мы пользовались всей семьей, все попробовали этот шампунь. Это нам привезли в наборе с Малайзии. Там детский набор, там был лосьон, присыпка, еще что-то. И, в общем, этот шампунь, он такой классный, написан с алоэм вера, но состав, конечно, вообще ужасный. Состав для детей делают. У него такой классный запах, просто вообще. Если бы, наверное, я бы еще его купила, если бы он продавался в России. Потому что у него, вот, моешь голову, да, себе мыло, муж у меня мыл голову, ребенку моешь, просто нюхаешь. И такой аромат от волос долго держится. И, кстати, смывает все масла, все маски масляные очень хорошо. Поэтому, в принципе, хватило надолго, да, все попробовали. Состав на первом месте, на втором сразу эти всякие вредные лауреты, сульфаты. Поэтому, конечно, для детей могли бы сделать менее вредные, да, вещества, какие-то. Следующее, что закончилось, это тоже шампунь вот такой. Это мне попался в коробочке красоты. Матрикс Биоладж. Мне этот шампунь не понравился только из-за запаха. Потому что у него цветочный запах, я цветочные запахи не люблю. Шампунь, как шампунь, промывает масла, да, хорошо. Но полноразмерный я бы не взяла. Для тех, кто любит цветочные ароматы, да, хорошо. Думаю, понравится. Следующее, что закончилось, это вот такой дезодорант для ног. Но мы использовали его чаще для обуви. От фирмы... Счол. Как, я не знаю, фирма как правильно читается. Чул, Счол. В общем, не буду коверкать. Достаточно не совсем бюджетная фирма, но очень хорошее у нее средство для ног. Вообще и крема мне нравится очень. И хватает надолго всех средств. Так, следующее. Я тут завернула в пакетик, чтобы не пролилось. Это вот такое экстраординарное масло для лица от L'Oréal. Оно хорошее, приятный запах имеет. Это увлажняет лицо. Я пользуюсь маслами на ночь. И поэтому, в принципе, здесь содержится 8 эфирных масел. Я думаю, что я возьму полноразмерку, попробую. Так как мне масла на ночь, именно уход, как ночной уход, мне понравились. Он так протек, что у меня весь мой пакетик уже там в масле. Поэтому сейчас я с него достану. Так, следующее, что закончилось, это вот такой крем от Guadali. С ягодами, не знаю, кстати, он без парабенов, без сульфатов. Хороший кремик, он такой имеет легкую текстуру. Но, тем не менее, он хорошо увлажняет, приятный запах имеет. Это французская фирма. Кстати, да, я вот именно крема этой фирмы пробовала. Не знаю, есть у них что-то еще или нет. Но, в общем, мне понравился кремик. Так, следующее, что закончилось. Выбрасываю вот такую штуку для ногтей. С одной стороны, вот, оттирать ногти, да, сюда заливается жидкость для снятия лака. И тут есть вот еще одна запасная. Их было, по-моему, 3. Высохла, конечно, это с фикс прайса. Поэтому качество, конечно, плохое. Так, следующее, что у меня закончилось. Это вот такая зубная паста органическая от бабушки Агафьи. Витаминная для здоровья Дёси. Хорошие пасты я беру от бабушки Агафьи обязательно. Часто беру эти пасты. Единственное, что они очень быстро заканчиваются почему-то. Но пасты хорошие, да, и стоят недорого. Следующее, это опять вот такая шампунька, мини-шампунь от Клоран. Они попадаются постоянно просто в Алюрбоксе, да, в Глэмбоксе. Постоянно попадаются. Я пробовала разные. Данное, это у меня с пионом. Написано, с экстрактом пиона успокаивающая. Разглаживает кожу для раздраженной кожи головы и от зуда. Но я ничего такого не заметила. Вообще вот эти шампуни, я ничего в них особого не заметила. Мне они не очень нравятся. У меня были разные с хлопками, там еще с какими-то цветами. Поэтому, ну, шампунь как шампунь. Мне лично это не мое. Следующее, что закончилось. Это вот такие две масочки для ног. Я их постоянно тоже беру. Кто меня смотрит, знает, что это моя любимая маска. Это с персиком. Носочки такие хорошо увлажняют кожу. Я больше люблю, чем пользоваться кремами. Поэтому, в принципе, советую. Кто еще не пробовал, попробуйте. Стоит она 106 рублей. Не знаю, как в Москве. Лично у нас столько. Так, следующее. Перейдем сейчас к декоративной косметике. В декоративке у меня закончился вот такой пробник сиси-крема корейской фирмы. Я уже говорила, что он мне не понравился. Но моей маме подошел. Она не пользуется тональными кремами. И он очень хорошо сделал лицо. Прям просто супер эффект. SPF 30. То есть для меня как бы это не очень. Кому-то подойдет. Следующее, что я выбрасываю, это вот такой бальзам для губ от Ariflame. У меня тут еще есть немножко, но просто пальцем выковыривать имеет такую белую консистенцию прозрачно. Очень приятный запах такой карамели, сладости. Очень хорошо увлажнял губы. Вообще очень классный бальзам. Всем советую. Единственное минус. Неудобно доставать его. Так, следующее, что у меня закончилось. Это база под макияж от Clarence. Под Clarence или как правильно? Clarence, Clarence. Наверное, Clarence все-таки. Не знаю, исправьте меня, если я неправильно говорю. Это база для сияния. 01 оттенок Rose написано. Она мне попалась в Glambox. И хватило ее при ежедневном использовании на 2,5 месяца. Я считаю, это очень много. Но полноразмерную версию этой базы я все-таки не возьму. Потому что есть альтернатив. Много бюджетной косметики. И платить такие деньги за базу я не хочу. Как бы, ну, хорошая база. Да, ничего не скажу. Хорошая, но не прям что вау-вау. Так что вот. Следующее, что я выбрасываю. Это тушь для бровей от Maybelline. У меня была кисточка от туши Vivienne Sabo. Потому что мне не нравилась кисточка от этой туши. У меня оттенок Dark Prof. Это мое любимое средство для бровей. Очень люблю его. И покупаю уже второй, по-моему, раз. Так, следующее, что у меня закончилось. Это вот такой лак. Он просто засох. Лак для дизайна от Golden Rose. У него тоненькая кисточка. Я люблю делать всякий дизайн ногтей. Но сейчас уже редко. Поэтому, видимо, они мне и засыхают. Так, следующее, что я выбрасываю. Это вот такая помадка от Avon. Вот она как у меня растаяла. Имеет такой нюдовый, кстати, цвет. Очень классная. Она не сушила губы. Цвет называется Nude Glow. И хватило ее, не знаю, просто она у меня вечно. Наверное, эта помада наконец-то закончилась. Вообще, помад, мне кажется, помады, да, кто... Ну, пользуются не прям каждый день, но чередуя много помад. Мне кажется, на всю жизнь хватает этих помад. Вообще всех. Следующее, что у меня не совсем закончилось. Это вот такое средство матрасик от Пупа. Мне разбил сын ее. К сожалению, это было мое любимое средство. Не знаю, как показать ее. В общем, тут был мой любимый хайлайтер, мои любимые румяна, мои любимые тени и бронзер. Бронзер мне не совсем нравился, потому что он был шиммерный, а вот хайлайтер, тени и румяна, это просто... Не знаю, я обязательно куплю еще такую штучку. Да, сейчас она очень подорожала, кстати, и стоит 1000 рублей. А я в свое время покупала ее за 600, по-моему. А это уже третья штука, которую я покупаю. Я постоянно их покупаю. Мне нравится. Там в двух оттенках есть. У меня это первый оттенок, есть еще второй. Там темнее цвета, больше таких коричневатых. Следующее, что выбрасываю, это вот такие тени от Ardeco. Сейчас покажу, расскажу, почему выбрасываю. Выбрасываю их, потому что это просто не тени, а какой-то блеск. А какой-то блеск. Крупные блески. Тут просто крупные блески. Ужасно крупные. И когда наносишь на веки, эти тени, получаются просто блески. Нету розового оттенка. И не знаю. Может кому-то подойдет. Это, кстати, может быть кому-то отдам. Их оставлю. Потому что они практически новые. Я их практически не использовала. Не знаю, какой-то... А, вот это оттенок 362. И они очень осыпаются. То есть блески эти осыпаются. Возможно, кому-то они понравятся. Не знаю. Я выбрасываю. То есть оставляю кому-нибудь. Также я выбрасываю вот такой хайлайтер от Essence. Dark Romance. Взяла его, потому что мне нужен был срочно хайлайтер. Я торопилась. Схватила. Не постарела, что он кремовый. Кремовый я не люблю. Вообще Essence я не очень люблю. Но взяла... Сейчас покажу, какой он. Ассистент. В общем, он такой... Вот он. Не знаю. Он с розовым отливом. Мне не нравится розовый отлив. Мне не нравится то, что он кремовый. У меня он скатывается. И какая-то у него такая текстура, вот такая липкая. Мне даже никому не хочется его отдавать. Я его сразу выбрасываю. Не знаю. Не мое. Я хочу... Я вообще обожаю хайлайтеры. Но если я уж выбрасываю какой-то хайлайтер, значит он мне совсем, совсем не понравился. Так что вот. На этом все мои пустые баночки. Их было в этом месяце очень много. Хотя месяц еще не закончился. Но решила снять пораньше, потому что вот целый пакет еще. Вот такой. Надо его скорее выбрасывать. Теперь переходите на канал Кленочки. Посмотрите ее пустые баночки. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.